Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня мы будем обозревать с вами очень интересную косметику от Эко Бокс. Это достаточно новый бренд, достаточно бюджетный. Итак, давайте скорее приступать к распаковке. Вот как выглядит посылочка внутри. Это базовая косметика на основе натуральных ингредиентов. Очень интересно. Здесь у меня шампунь. Густой шампунь для всех типов волос с ментолом. Банку можно использовать повторно для того, чтобы брать мед в баню. Смотрите, как прикольно. Меня можно сдать на повторную переработку вместе с этикеткой. Вот Эко Косметика. Так, девчонки, по составам. Смотрите, кому интересно. Срок годности достаточно большой. Все равно, смотрите, да? Укрепляет, успокаивает, охлаждает кожу головы, придает волосам эластичности блеск, подходит к ежедневному применению. Все вместе с вами протестируем. Так, очень интересно уже посмотреть, как он выглядит внутри. Ой, смотрите, он прозрачный. Здорово, да? Так, по запаху. Смотрите, какой тягучий. Он пахнет ментолом. Причем ментолом натуральным, как пахнет ментоловое. И не сильно ярко выражено, как пахнет ментоловое масло. Да, вот очень похож запах. Так, дальше. Что я заказала. Так, это у нас увлажняющая питательная маска для всех типов кожи. Белая глина и масло льна. Взяла именно эту маску, потому что здесь есть глина. Мою кожу иногда хорошо подсушить. Так, масочка. Сейчас ее откроем, посмотрим, как она выглядит. А вот такая вот беленькая, густая. Пахнет очень приятно. Какая-то косметическая душка есть. Так, по составу, девчонки. Вот состав. Масло рапса, коалин. Спирт есть в составе, поэтому, я думаю, для сухой кожи не очень подойдет. Масло березовых почкой. Здорово вообще масло полыни. Так, дальше. Что у нас здесь еще? Это скраб для тела. Кокос. Сейчас обожаю пользоваться скрабами для тела и делать массаж сухой щеточкой. Да, вам показывала отречь. И чередовать со скрабиками. Так, как у нас выглядит скраб? О, вот он какой. Он у нас сухой, девчонки. Пахнет кокосиком. Мне кажется, здесь морская соль и кокосик. Сейчас посмотрим состав. Морская соль, масло, кокос, кокосовая стружка. Состав изумительный. Я не очень люблю сухие скрабы, но я, знаете, как делаю? Разбавляюсь любимым гелем для душа. В чашечку можно налить, да? Когда будет здесь половина баночки, можно прям в баночку перемешать. И вот так мне нравится гораздо больше. Так меньше травмирует кожу. И так удобнее. Не сыпется вот этот сухой продукт по всей ванной. Так, поехали дальше. Что у нас здесь еще? Сейчас я баночки достану, коробку эту же уберу. С глаз до лор. Это густой бальзам для всех типов волос. Ментол. Это вот к шампуню как раз. Состав бальзама. Хороший состав. Эфирное масло мяты. Вот, да, очень пахнет, кстати, эфирным маслом мяты. Потому что оно у меня есть. Я знаю, как оно пахнет. Бальзамчик уже у нас такой вот беленький. Вкусненько пахнет. Да, эфирное масло мяты. Оно вот перебивает все. Да, такой приятный-приятный отголосочек. Так, следующий продукт у нас увлажняющий тоник гель. Ромашка. Смотрите, тоник гель в банке никогда не видели. Вот и я тоже не видела. Вот состав. Цветочная вода ромашки. Растительный глицерин. Спирт тоже есть, девчонки, в тонике. Березовые почки, эфирное масло. Так. Сейчас откроем, посмотрим. Тяжело эти баночки открываются все-таки. Так, как выглядит у нас тоник. Вот он такой жиденький, да. Мне кажется, можно... Ой, вкусно пахнет. Вкусно пахнет травками каким-то. Лопаточкой какой-то его доставать, да. Потому что, ну, ватный диск сюда макать как-то не очень удобно. На ватный диск и протирать лицо. Посмотрим все, попробуем с вами. И последний шестой продукт. Это маска для волос. Такое свое масло, натуральное. Вот состав маски. Витаминчики здесь все здорово. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Вот такая вот тоже она... Ой, 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 не падай. Белесая. Очень вкусно пахнет. Косметическая одушка. Кокосы не чувствую здесь. Но вкусная такая цветочная. В общем, все с вами попробуем, потестируем. И посмотрим на эффект. Ну что, красотки, давайте будем с вами тестировать от Эко-бокс продукты. И вы еще в комментариях просили показать, как буду красить корни. Сейчас мы этим и займемся, потому что уже сильно отросли. Я хоть и тонируюсь, но тонировка мою седину не скрывает. Особенно на висках это видно. Там уже сантиметра, наверное, 2-3. Уже давно пора как бы этим заняться. Так, я беру тон 7.1. У меня, в принципе, сейчас волосы такого же цвета, как и на упаковке. Может быть, на полтона потемнее. А так, в принципе, такие же. Камера, может быть, не передает, но они у меня такие же, как и 7.1 на упаковке. Пепельный блондин называется этот цвет. Хотя, мне кажется, это русый пепельный цвет, такой достаточно темный. Я на корне раньше его, когда была блондинка, использовала. Мне повезло. Мне пришла упаковка с краской, где есть перчатки. Хоть они мне не сильно нужны, потому что у меня их и так всегда дома много. Но они пришли. Так, мы сейчас с вами сначала покрасим, наверное, корни, да? А потом будем уже тестировать продукты на лицо и натуральный уход за волосами. Так, что мы сначала все с вами дело смешаем. Я возьму, наверное, вот такую вот чашечку. И будем все это дело смешивать. Потому что здесь у нас флакончик не рассчитан на то, чтобы смешивать именно в нем. Как девчонки набодяжила, еще, знаете, что хочу сюда добавить? Вот корейское масло, которое мне приходило, мультифункциональное. Вот такой вот пузыречек. Сейчас прям несколько капелек. Несколько каплюшечек. Чтобы, ну, не так сильно пожечь волосы, да? Масла. Так, размешиваем все и будем наносить с вами на корни. Я опять куда-то свою кисть задела. Не знаю, где она будет, наносить руками и расческой. Оно так удобнее. Ну, для меня лично. Я пальцами хотя бы все ощущаю. Кисточка удобна, когда красишь кому-то. Так. Все размешала до однородной консистенции. Мне такой пачки хватает вот как раз на корни. Половина пачки маловато. А вот целиком, да. Все, расчесываю свою шевелюру по проборам. На сухие, грязные, ну, не сильно грязные, но грязные волосы, да? Будем с вами наносить. Одеваю перчатки. Я крашу корни, а потом под конец, минут за пять до смывки, я немножечко эмульгирую, скажем так, протягиваю цвет по длине, да? Особенно, если вы хотите сделать какой-то градиент, вы блондинка, хотите темные корни, то иначе никак, а то будет резкий переход. Так, у меня тут на расческе. Вот, вот таким образом. Прокрашиваем все корни по проборам в сантиметра два, а то и три. Я вот так сейчас мажу. С расчески уберем. Вот, вот таким образом. Сзади на ощупь, девчонки. А если вы, как бы, красите корни в цвет своих волос, то тут вообще много ума не нужно. Свои волосы у меня темнее. Свои волосы у меня почти черные. И там, где они не седые, они черные. Поэтому, краска светлее, чем 7,1 может давать мне желтизну. Поэтому, даже если я сейчас была бы немножко посветлее, все равно корни, когда я была блондинка, я красила 7,1. Так, тихонечко все зачесываем, чтобы основную длину нам в краске не попачкать. И прокрашиваем. Мне очень нравится краска Фаберлик Эксперт Колор. Я, когда была блондинкой, перепробовала, девчонки, миллион далеко не бюджетных красок. И вот только Фаберлик Эксперт Колор дает стойкий, достаточно стойкий пепельный оттенок. Пепел у нас вообще крайне не стойкий на волосах, да? А здесь нет, здесь стойкий. Она может пожечь, да. Она может пожечь, если передержать, если волосы уже крашеные, осветленные, она может слегка пожечь. Но, тем не менее, она стойка. Она хорошо закрашивает седину, вообще просто изумительно. Вот таким макаром, девчонки, я все это делаю. Я вам не буду всю голову показывать, да? А то у нас с вами видео затянется надолго. Вот так вот на ощупь. Все корешки, и сзади так буду делать, приподнимать прядку, и вот так вот пальчиком промазывать прям корни. Сейчас другую сторону, вот так, по проборам опять. Другую сторону промажем. Сзади я мажу, намазываю. В последнюю очередь, хотя многие специалисты там делают в первую очередь, но у меня седые волосы спереди, а сзади их нет. Поэтому сзади я в последнюю очередь. Мне главное вот тут. Вот как назло, вот так вот прям кружком у меня спереди седые волосы. Знаете, их нет. Зачем они сзади? Ну все, девчонки, я сейчас домазелку и тогда все это дело. И к вам вернусь. Будем тестить уход за лицом. Такая, девчонки, красота. Краски даже чуть-чуть осталось. Везде сзади подмазала. Теперь немножко помассируем, чтобы мы там ничего не пропустили. Прям по коже головы, вот так. Запускаю пальцы в волосы. Так. Вот так, все. Все. Сейчас волосы немножко вот так с вами назад уберем, чтобы они нам не мешались. Потому что сейчас будем тестить уход за лицом. Набрала всю лишнюю краску с лица. Кожа у меня очищенная, я уже умывалась. Так, и сейчас мы с вами будем тестировать масочку. Я уже с утра умылась гелем для умывания. Скрабик никакой делать не буду. Сейчас в основном их делаю вечером, скрабы. Так, шампунь, шампунь, шампунь. Где наша маска для лица? Увлажняющая питательная маска для всех типов кожи. Вот она. Так, еще бы кисточку для маски найти. Было бы вообще хорошо. Нашла. Краска, кстати, жжет голову, но воняет не так сильно, как совсем светлые оттенки. Подходит для всех типов кожи. Питает и увлажняет. Белая глина мягко очищает, разглаживает мимические морщинки. Способствует нормализации работы сальных желез и снимает воспаление. Масло льна обладает большим количеством жирных кислот омега-369, благодаря которым повышается упругость и эластичность кожи. Вау. Сейчас посмотрим, насколько заявлено функциям отвечает эта маска. Она довольно густая. Даже кисточка такая вот набирается тяжеловато. Густая, правда, масочка. Так. Пахнет приятно. Вообще здорово. Таким плотненьким слоем сами ее наложим, а то она полосит. Натуральные маски. Это здорово. Если таким плотным слоем, как я, накладывать, то, мне кажется, этой баночки на процедур 10 хватит. Так. Такая холодненькая, приятная кремовая текстура. Если снимает еще воспаление, это хорошо. Сейчас что-то кожа моя себя не очень ведет осенью. Вроде витаминчики пью. А все равно. Бывают такие периодические, девчонки, высыпания все равно. Так. Как следует замазались. По-хорошему сейчас нужно нанести ее и на декольте. Но мне это сейчас делать неудобно. Я на декольте наношу маски, когда принимаю ванну. Так. Остался лоб. На волосы бы не заехать. Шевелюра у меня сейчас такая вообще огонь. Так. Так как здесь есть глина, эту масочку я на веки наносить не буду. Если бы она была кремовая, я бы нанесла ее и на веки, конечно. Вот сюда добавим немножко. Вот. Все. Достаточно. Что-то на носу маловато. Густая, густая очень маска. Неудобно наносить вот этой вот кисточкой. Мне кажется, даже проще это сделать было мне руками. Все. Так, сколько будем ходить? Не написано. А, 5-10 минут. Ну да, маска глиняная. Сейчас посмотрю, если будет засыхать, то 5 минут буду ходить. Если не будет засыхать, то 10. Дохожу и к вам вернусь. Ну что, девчонки, 10 минут выдержала, и маска продолжает оставаться кремовой. Это на самом деле круто. Сейчас буду ее смывать и к вам вернусь. Вот вы причесуете, у меня, конечно, огнище. Здорово, что маска не застывает в корку. Это очень круто. Что могу отметить? Девчонки, сразу это отметила. Чистые поры. Вот здесь прям да. Да, да и да. Они действительно чистые. Глина все-таки сработала. И тон лица ровный. Это тоже здорово. И кожа очень увлажненная. Как вот маска в себе может такое сочетать, и очищение пор и увлажнение, я не знаю. Потому что у нас производители сейчас делают либо увлажняющую, либо очищающую, но которая застывает в корку, хрен смоешь потом. Здесь такая увлажненная кожа, вообще так здорово. Знаете, она такая, как маска сливочки. Мне очень понравилось. Результат вообще потрясающий. Я довольна. Следующий этап у нас с вами увлажняющий тоник гель. В такой вот баночке я взяла ватный диск, потому что... Ну, вообще, давайте почитаем, как применять-то, наверное. Встряхните средство перед применением, нанесите средство на кожу после умывания с помощью ватного диска, либо непосредственно лицо, подушечками, пальцем, легкие похлопченные движения. Мне вообще туда и ватным диском, если честно, не охота лечь. Я лучше пальцем бы залезла. Так, встряхнула. Хотя здесь такая прозрачная консистенция, я вам уже показывала, да. И такая она действительно гелеобразная, но жиденькая, в меру. Да? Если мы с вами вот так нанесем, продукт на коже начинает таять, и он будет очень экономичный в расходе однозначно. Потому что он так хорошо разносится по лицу. Пахнет лимончиком, что ли, чуть-чуть. Приятная, еле уловимая отдушка. Вообще здесь ярких отдушек нету ни в одном средстве. Ну, разве что для волос. Так, давайте на декольте. Раз пошел такой замес. Вот. Пока я чувствую гелеобразную текстуру на лице. Но ручки такие гладенькие сразу стали. Знаете, похож очень на гель алоэ. Прям очень похож, правда. Цветочная вода ромашки, растительный глицерин, камень, спирт, березовые почки, эфирное масло. Не пойму, здесь дата производства. Написано масло полыни. Алоэ здесь нет, но легкая липкость. Легкая-легкая, пока еще не впиталась, присутствует. Думаю, сейчас, когда впитается, то уже липкости не будет. Да, на лбу впиталась, уже липкости нет. Я бы даже это тоником, девчонки, не назвала. Это сыворотка, мне кажется, вот по своим каким-то свойствам. Тонизирующая сыворотка ромашка, она, девчонки, называется. Вот. Тонизирующая сыворотка ромашка. Вот, да, впитывается, все липкость пропадает. Лицо выглядит увлажненным. Есть такое внутреннее сияние изнутри, и мне даже, если честно, не хочется никакой крем наносить. Но так как я сейчас курсом проделываю вот этот вот шприц от Фаберлик, да, то я делаю утро-вечер обязательно. Кстати, морщинки разгладились, правда. Нет, хорошие средства мне понравились. Действительно работающий уход. Я вот так наношу, девчонки, шприцом. Вот этим Фаберликовским. Но сверху крем уже точно никакой не хватает. Хочется наносить, потому что тоник такой у нас самодостаточный. И потом пальцами вбиваю морщины. Не могу вам пока сказать по эффекту, не хочу обманывать. Когда я доделаю курс, когда у меня кончится этот шприц, я вам уже все достоверно скажу. Немножко добавляю вот сюда на уголочке глаз для профилактики. Вот так пальцем вбиваю. И если я потом наношу крем сверху, я его тоже вбиваю пальцами, потому что мне не хочется размазать вот это вот средство из шприца по лицу, если потом крем наносить. Мне, кстати, так понравилось больше крема наносить. Вот так вбиваю подушечками пальцев. Заодно вроде как и массаж. На веки немножко добавляю. Вот так, что осталось. Вот и все. Так, сейчас мы с вами будем тестировать уход за волосами. Густой шампунь, ментол. Дальше у нас что? Бальзам, ментол и масочку сделаем потом. Покрасились. Как раз нам это все сейчас надо. Так, девочки мои хорошие, сейчас мы с вами будем немножко эмульгировать волосики. Уже скоро надо смывать. Ничего не успеваешь. Куда-то перчатка. За ребенком в школу уже скоро бежать, а я еще краску не смею. Так что быстро эмульгирую вместе с вами. Смываюсь, тестирую шампунь. Так, смотрите, как я это делаю. Просто вот так протягиваю. А когда сейчас буду смывать, еще с водичкой вспеню и по всем волосикам. Такие сейчас пока довольно темные корни, прям почти черные. Но это краска темная, она даже темнее, чем на упаковке. Вот так. Пальчиками берете, немножко протягиваете по всей голове. Вот так. Так, все, красотки. Я смываюсь, тестирую шампунь-бальзам. Вместе с вами нанесем маску. Вымыла, девчонки, волосы. И что хочу сказать. Мне так нравится аромат этой мяты-перечной, ярко выраженной. Он потрясающий вообще. Так, шампунь пенится круто. Бальзам разглаживает волосики. И шампунь их, кстати, не запутывает. Они после шампуня очень хорошо выглядят. Но вымыты, вымыты до скрипа. Очень хорошо. Пензи расход будет маленький в этой баночке. Так, девчонки, волосы немножко подсушили полотенцем. Берем с вами масочку. Сколько у нас ее надо держать? Так, способ применения. 5-7 минут. Это хорошо. Взяла маску. И как следует на подсушенные волосы наносим с вами, особенно на кончике. Движениями сверху вниз. Сглаживая все чешуйки. Ой, маска как здорово пахнет. Фруктики еще чем-то. Так. Апельсином. Апельсином маска пахнет и мандарином. Новым годом, короче говоря, девчонки. Так, все. На 5 минут я ее вот так оставляю. Масочку нашу. И к вам возвращаюсь. На 5 минут прошло. Смываю маску, посушусь и посмотрим с вами на результат покраски корней. И оценим состояние волос после такого ухода. Ну что, девчонки, вот результат. Корни, они слились с моим основным цветом волос. Я как бы не прогадала, что взяла именно этот оттенок. Именно цвет 7.1 у меня сейчас на волосах. То есть даже не отличаются совсем. Вот показываю вам при искусственном освещении. Сейчас покажу при естественном. По поводу ухода. Мне очень понравился. И шампунь, и маска, и бальзам. Я не наносила никакую несмывашку. Волосы живые, блестящие. Экобокс, где он? Вот они стоят. Вот эти баночки, да? Мне понравилось. Не наносила никакую несмывашку, никакие спреи, ничего. Просто посушила. Волосы блестящие, волосы живые. В общем, все получилось как нельзя лучше. Так, ну вот, котятки, смотрите, при естественном освещении, даже на солнышке, волосики блестят, переливаются. И вот такой вот цвет. В общем, имейте в виду, 7.1 это вот цвет, который у меня сейчас на волосах. Сейчас уйду в тенечек куда-нибудь от солнышка. Вот. Вот этот цвет 7.1. Здорово. В общем, мне этот цвет пока нравится. Хочу оставаться в нем. Все в нем хорошо. Ну и на этой ноте буду с вами прощаться. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Ссылочки на все продукты и все полезные ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Проходите, знакомьтесь, смотрите. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.